Ростислав пришел на пробу с таким удовольствием. Он говорит, я даже боюсь думать о том, что мне могут дать эту роль, потому что хочется играть что-то клевое. Ты что, меня возле дома ночью ждала? Ты откуда знаешь, где я живу? Смотрела адрес бумагой вашей секретарши, когда приходила в больницу. Записала на всякий случай. На какой? На всякий случай. Он как бы уже хотел закончить разговор, но потом... На какой? Насрать вам по двери. Бизарно, бизарно. Насрать вам по двери. Он просто пришел, говорит, ты читал сцену про херню, которую делают на других каналах. Он говорит, я пришел на эти пробы, прямо с проб вот этой самой херни с других каналов. Говорит, хочется все это вывалить. Ништяк. Там есть такие серьезные моменты, но как бы через любой юмор всегда можно поднять такое важное. То, собственно, чего я и хотел. Ну что ж, попробую объяснить столь странный визит. Ну что ж, Саша, собрался. Андрей Сергеевич. Андрей Сергеевич. Мы все взрослые люди. Объясни, чего вы хотите? О, бля. Я хочу, чтобы машины летали, чтобы президентом мира был мурзилка. А у меня что там было? А я мог стилять лазером. Я во втором сезоне для себя и нашел. Зачем он это все делает? Ответить на этот вопрос невозможно. Не глобально. А в контексте сегодняшних реалий? А, это? Ну, я как все люди. Я хочу простого человеческого счастья. Это не так интересно. А, это? Ну, как все люди, я хочу простого человеческого счастья. Домик в Монако, полвяда, долларов на счет акций. Я мечтал довести стоимость своих акций до максимума. Продать и забыть обо всем, как о страшном сне. Я мечтал домести... Как все люди... Бля, сейчас секунду. Для чего деньги? Кто может сказать, для чего деньги нужны? Я забываю, что это средство, а не цель. И все. Я придумаю. Если бы вы каким-то нелепым образом не принесли успех каналу, я бы сейчас ел свежих устриц на своей яхте. Устрица по вкусу, как сопли. Да, да, да. Она как-то... Она может даже в глаза при этом смотреть. Устрица по вкусу, как сопли. Ценное замечание. Ценное замечание. А вот ты. Ценное замечание. А вот ты. Ты чего бы хотела? Молодрама. Материал серьезный, да. Несмотря на такую забавную картинку вокруг. Таковая жизнь там смешная с несмешным очень близко. Чем больше и ярче смех, тем сильнее там драматизм. Большой проект, фантастика, новые звездные войны. А по факту я работаю на трэшовом сериале, который делали серьезно, а теперь все над ним смеются. Главное, знаете, что я паузу. Главное, знаете, что? А вы знаете, что? Что я сумела свою жизнь полюбить. Что я... А знаете, что? Что я сумела свою жизнь полюбить. Мне много классного. Прекрасный, философский разговор. У меня, наоборот, приличнее стал персонаж. Гораздо приличнее, мне кажется. Я так хотел мотивнуться пару раз. Нету. Нету этого. Мой персонаж серьезный. И он не говорит никакую херь. Он говорит очень серьезные вещи. Ладно, давай быстрее к делу. Ко мне сейчас через полчаса придет массажистка. Настоящая. Конечно. Пиздец какая настоящая по 12 ночи. Массажистки, они как обычно... Они так и ходят. Массажистки, они как и ходят обычно. Так вампиры с темнотой. Ты давай, Мария, Мария, Мария. А что значит, как работает с Ильей Куликовым? С Ильей Куликовым работает. С Ильей Куликовым прекрасно, отлично, легко. Он точно знает, где должно быть смешно, где должно быть как-то неочно, где должно быть смыслу доходить. Он просто знает, о чем он говорит, и все. Ростислав, спасибо тебе на самом деле большое, потому что твоя роль, она такая очень, на самом деле, очень яркая. И несмотря на то, что ты был отрицательным персонажем, который... Вот здесь ты даже, видишь, справился, изменился. И зрители все время пишут, вот интервью у тебя мало вошло тогда, фильм о фильме. Пишут, где Симонов, где Симонов. Вот, блин, ты клевый. Я рад, что мы тебя узнали. И вот, что ты с нами со всеми, с тобой всем очень интересно. И приятно, ты классный. Спасибо, Старик. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ ГОВОРИТ ПЛЕЗВОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok